Чек-чек-чек, OBS, короче, инструкция катаны, смотрите, нам нужна вот такая штука, Clasp, чё-то там, Install Chrome, ну это расширение, оно вот где-то тут, короче, разберётесь там, чё-то кнопку установить, не установить, вот у меня есть, ла-ла-ла, и потом в YouTube появляется сбоку вот такая фигня, Transcript Summary, и её можно хопа, копировать, или можно перейти в чат GPT и чё-то типа с этим сделать, какие-то выдержки или что-то ещё, можно на конкретное время тыкнуть и понять, кто о чём, чё тут говорит, и он распознаёт, вот у меня на русском есть Тремчанский с Пурли Греем, и он все слова, которые мы сказали на русском, взял на русский. Мы эту фигню копируем отсюда, тыкаем, изменить видео, оно длинное, ну 2 часа там текста дофига, но примерно будет так, потом жмякаем субтитры и добавляем язык русский, потому что у нас же русские буквы, и мы такие русские, чпыньк, добавить, здесь есть вести вручную, редактировать в виде текста, и просто вставляем его. Он частенько всякую фигню пишет, и в принципе, ну если видео не такие километровые, можно так вскользь посмотреть, чё он пишет, потому что, ну, мои всякие там румсы с СССР, он по-разному воспринимает, а так в основном, знаешь, 93% прям вообще всё корректно, абсолютно чётко снимает звук, и жмякаем опубликовать. И, короче, ждём-с. Ну тут прям дофига, потому что слишком большой файл, ждём. И он ведь создание временных кодов пишет. Теперь мы добавляем английский, жмякаем добавить, и когда он с русским языком все эти коды робот там проанализирует, мы тыкаем перевести и опубликовать. И всё, и потом в видео появляются субтитры английские. Вот так, вот очень просто. Ну типа вот моё последнее видео, я тут так сделал, русский добавил, добавил английский, и теперь, перейдя в него, тут чпыньк, субтитры, и вот они есть. И у меня, соответственно, в этой статистике тоже появились теперь страны, которые смотрят видео с субтитрами. Вот, вкратце и так, можно любой язык делать. Короче, вот такая фигня бесплатно. Йоу.